Тук-тук-тук! Это мы к вам! Самая предновогодняя передача на Раменском телевидении. Друзья, в студии Ольга Неоплитанская и вместе со мной в нашей студии сегодня ветеран боевых действий, руководитель Раменского отделения «Боевое братство» Алексей Калмогоров. Алексей, добрый день! Приятно сегодня видеть вас в нашей студии и самое интересное нас сегодня ждет впереди. Прежде всего я хочу спросить вас, друзья, а вы уже слышите? Нет, не слышите? Это он приближается, Новый год. Давайте вспоминать, как это было раньше и мечтать о том, что будет дальше. Алексей, часто вы вспоминаете какие-то новые года, которые уже случились? Ну, знаете, Новый год – это семейный праздник, и, естественно, мы его проводим в кругу семьи. Вот, у меня вообще у отца 1 января день рождения, поэтому 31 декабря мы проводим все вместе, и потом 1 января все дружно идем к отцу, вот, поздравляем его с днем рождения, скажем так. И всегда, вот у меня супруга и сын, всегда дочь, они придумывают какие-то такие вот интересные фотосессии, вот, либо купят вот эти вот новогодние свитера, либо еще что-то, и мы всегда делаем несколько фотографий памятных каждому Новому году. Вот, ну, соответственно, естественно, накрываем праздничный стол, где, в принципе, блюда все традиционные, это и наш любимый оливье, и селедка под шубой, ну, и какие-то экзотические тоже блюда, тоже супруга у меня постоянно изобретает. А вы, ветеран боевых действий, воевали в Чечне, а в то время вы застали Новый год? Да, это был 1996, как бы с 95 на 96 год, мы как раз стояли в Чечне, наш батальон находился, выполнял служебные боевые задачи, стояли мы возле населенного пункта Севдноводск, ну, и надо сказать, что Новый год, он, конечно, он должен быть... Праздником? Несмотря ни на что, да, как говорят, война войной, а обед по расписанию, да, поэтому у нас там на позиции стояла большая ель, вот, и мы эту ель, я помню, украшивали, я помню, повесили, за место гирлянд у нас были ленты от пулемета, вот, вешали там патроны, вешали гранаты, и когда был 12 часов ночи, мы все вышли, и по команде, командира, дружно, вот, у нас были трассирующие пули, вот, сделали такой небольшой салют выстрелами в небо, ну, на самом деле, было достаточно, скажем так, весело, потому что, ну, к сожалению, еще не знали, что ждет впереди, вот, в 1996 году, ну, тогда я помню, что у всех было такое достаточно хорошее и веселое настроение. Ну, вот так вот, когда вспоминаешь, да, всегда остается в памяти только хорошее. Да. Мы сегодня имеем возможность переместиться по времени и заглянуть в 2004 год. Вот, у нас есть сюжет, который вышел в среду 2004 года, перед Новым годом, также до Нового года остается 17 дней, вот, давайте посмотрим, как это было тогда. Обязанность власти, вот, поддержать в людях, особенно в молодых людях, в подрастающем поколении умение знать и уважать нашу историю. В локальных конфликтах участвовали несколько сотен раменцев. Не вернулись домой 28 человек. В Чечне погибло 12 наших земляков, в Афганистане – 16. Многие из тех солдат, кто был в горячих точках, получили высшие правительственные награды. На митинге много не говорили. После минуты молчания в память о погибших состоялось возложение цветов к мемориальным доскам. На этих мраморных плитах навеки запечатлены имена раменцев. Вспоминая вот такую историю, конечно же, нельзя сказать о том, что в Раменском, в 2004-м запомнили и больше не проводили такие мероприятия. Я знаю, что боевое братство ежегодно устраивает памятное мероприятие у тех же самых плит, которые мы только что видели. Сегодня плиты перенесены на другую площадь, на сквер, на новый. И ведь на днях прошло такое же мероприятие. Знаете, надо сказать, что с 2004 года прошло очень много времени. И в 2004 году еще продолжалась вторая чеченская кампания. Это еще была не закончена. Поэтому после Чечни было, к сожалению, конфликты военные продолжились. Это была и Сирия, и сейчас специальная военная операция. Конечно, мы все эти годы у нас традиционно в середине декабря проводим памятные мероприятия. Потому что 11 декабря был ввод войск в Чечню, 25 декабря ввели войска в Афганистан. Поэтому примерно 3 суббота декабря мы всегда собираемся возле мемориальных плит. Да, ребят, которые погибли, защищая нашу родину в Афганистане, в Чечне. И вспоминаем этих ребят, наших героев. Собирается очень много людей, мамы, родственники погибших. Собираются кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, просто ученики. И, конечно, все равно нужно, чтобы это мероприятие все как-то запоминалось для определенных людей. Поэтому мы всегда отмечаем и наших воспитанников, и наших ветеранов, стараемся какими-то либо почетными грамотами, либо какими-то юбилейными медалями. Ну вот даже в этом грустном моменте все равно есть нотка позитива, потому что это как минимум и связь поколений, да. Это и рассказы ветеранов для молодежи, которые мотают на усы и, возможно, от этого как-то больше понимают свое назначение в будущем. Ну и, конечно же, грамоты, благодарности, это всегда приятно. И под конец года люди получают вот такое признание. Наверное, это тоже какой-то плюсик. И очень здорово, что вы проводите такие мероприятия, и пусть они будут продолжаться и дальше. Да, конечно, думаю, по традиции мы всегда будем проводить мероприятия. Как и вывод войска Афганистана, как и День Победы, как и 2-е августа. Вот эти мероприятия, они у нас заложены. Я думаю, что эта традиция не будет никогда нарушаться. А если говорить про традиции боевого братства, есть какая-то традиция определенно встречать Новый год? Ну, мы всегда в конце декабря, это зависит от субботы, соответственно, мы всегда проводим в субботу. Мы собираемся у нас в офисе. И, надо сказать, достаточно весело, под песни, под гитару. Вот, провожаем Старый год, встречаем Новый. В том году, например, у нас был и Дед Мороз, это наш боевой товарищ Стас Николаев. Он сейчас выполняет служебные боевые задачи на специальной военной операции. Вот, он был у нас с Дедом Морозом. И подарки были в виде кружек кжельских. Вот, мы с ним недавно созванивались. Есть такая надежда, что его под Новый год отпустят в отпуск. Поэтому я ему говорю, ну, значит, мы опять будем с нашим Дедом Морозом. Ждем нового Деда Мороза в Новом году. Стас приедет, наверняка расскажет что-то, как сейчас там воюется. Но вот, видите, все участники боевого братства, кто в Афганистане, кто в Чечне, кто вот сейчас в специальной военной операции, все сплачиваются вот именно в боевом братстве. Что у вас всех вместе собирает? Ну, в первую очередь, это общение. Потому что всегда, вот у нас сейчас, ну, каждый четверг, у нас так заведено, каждый четверг в 7 вечера мы собираемся у нас в офисе. Это недалеко от военкомата, да. Улица Гурева, 15, дробь 2. Вот. И решаем какие-то насущные вопросы. Да и просто рады друг друга видеть. Особенно сейчас, это сложное время, когда и ковид мы туда прошли, и вот эти вот какие-то новые болезни там, и еще что-то. Поэтому всегда очень рады видеть, когда люди приходят, когда люди здоровы. И сидим, пьем чай, просто общаемся, если нет никаких-то там срочных дел. Ну, вчера, например, мы собирались, как бы, в четверг, в ней мы собирались, обсуждали там предстоящие мероприятия, например. У нас есть свой чат в WhatsApp. Вот. В этот чат тоже очень, как бы, активно люди участвуют. Ну, я знаю, что все ветераны, это не такие хмурые, там, дядьки, хотя прошли горячие точки. Это обычные люди с такими же улыбками, с такими же приколами, и, в общем-то, такие оптимистически настроенные люди. Да, к сожалению, ну, к счастью, скажем так, иногда праздник проходит очень смешно. И даже, порой вспоминаешь даже тем же Деда Морозова, один раз у нас, например, с Регурочкой был, это участник войны в Афганистане Сергей Деганов. Было очень даже забавно, потому что он с усами, и на его отделе парик белоснежки, и было очень смешно, как бы. Конечно, все остаются душем, и все дети. Поэтому все хотят праздника, все хотят веселья. Хоть на какой-то момент забыть, наверное, про какие-то свои проблемы, про общие проблемы. Поэтому я считаю, что это нормальная человеческая жизнь, скажем так. История. Ну и, конечно, когда мы говорим про такие добрые моменты, хочется услышать ваше пожелание к Новому году. Хотелось бы пожелать всем нашим жителям Равенского, конечно, в первую очередь здоровья, чтобы под Новый год у всех было хорошее настроение, чтобы родственники, близкие, ребят, которые сейчас на СВО, тоже ощутили этот праздник, чтобы им обязательно ребята, по возможности, позвонили с фронта и сказали, что они живы-здоровы, что у них все хорошо, чтобы они дождались своих, скажем так, своих родных и близких, да, и пережили вот это вот бремя, которое на нас выпало. И о ребятам, которые там сейчас находятся, конечно, чтобы тоже у них в этот день было, ну, хоть насколько это возможно, праздничное настроение, чтобы ребята поскорее, как бы, выполнили служенную боевую задачу и вернулись домой. Хорошее пожелание, друзья. Кроме всего прочего, я хочу вспомнить начало нашей сегодняшней передачи. Помните, Алексей рассказывал, что их семья фотографируется и делает разные фотографии перед Новым годом. А вы загляните в ваш фотоальбом, посмотрите на фотографии. Вдруг вспомнится какая-то веселая, интересная история. Сейчас мы завершаем эту программу, но завершаем ее непросто. Конечно же, мы делаем это очень творческим подарком. Распрягайте хлопцы коней, налягайте спочевать, А я пидом в сад целений, в сад хрениченьку копать. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. Вишла, вишла дівчинонька, рано враньці воду брать. А за нею, козаченьку, леде коні напуать. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. Сосів, просів, відеречко, вона йому не дала. Дарив, дарив, руки, перстень, вона йому не взяла. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. Знаю, знаю, дівчинонька, чим я тебе охорочив. Шо я вчора, ісь, вчора, краще тебе поюбив. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. Вы спрягайте, хлопцы коней, да лягайте спочивать. А я пиду в сад селений, в сад приличеньку копать. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, в саду ягоды рвала. А руси раз, два, три, халина, чорня моя девчина, Субтитры создавал DimaTorzok